У нас есть ролик в интернете, называется он «Экономика строительства кошара и навеса». Но там единственное, стоят только столбы, такое начало скелета. Ссылочка будет здесь вверху. И вот по данному вопросу было огромное количество звонков. Ширина, длина, высота и так далее. Поэтому на все эти вопросы мы сейчас ответим, потому что вот этот проект, именно тот самый, который мы построили тогда, но он, правда, далеко отсюда, в 10 километрах, но это один в один метр, метр, точная копия. Поэтому мы можем сказать сейчас. Высота стен 2 метра, 2 метра 20 сантиметров. Высота стен. Включая высоту окна. Да, включая высоту окна 2,20. Но можно довести до 2,5 метров. Высота вот этих столбов выше на 1 метр, чем от стены. Разница в метр вот здесь. Если там, например, 2 метра, здесь 3 метра. 2,20, здесь 3,20. 3,40, 3,50. Ну, 3,5 метра грубо. Досюда, от стены. Отсюда, вот до туда. Вот так вот, встань на середину. Альбек. Встань на середину. Да? Да. 4,4,10. Кольковая часть посередине. Кольковая часть посередине, что я довели. Три, 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 восемьдесят. Три, восемьдесят. Да, три, восемьдесят. Вот тут 4 метра. Он рассчитан так, чтобы бульдозер, Дата-75, мог свободно ходить здесь. Свободно мог ходить. И отсюда подкидывать. А иногда, если чуть-чуть поднять ту сторону, можно, если консерят кабину, бульдозер может ходить и по тем отсекам. Вовнутрь. Да, снутри может ходить. Если мы не просчитали. Теперь мы будем делать следующее. Высоту 2,50. Чтобы бульдозер мог свободно ходить. Или не только бульдозер, и даже белорус-кун может учиться. Но мы сейчас покупаем МКСМ, маленький такой трактор. Он свободно все вычищает. То есть надо размеры делать под ширину имеющегося трактора. Желательно, как я говорю лучше, высоту 2,30-2,50 стен, желательно. Но если у вас есть хозяйство МКСМ, маленький такой трактор. Бобка, так называемый. То можно и 2 метра. Он свободно все будет вычищать. Тут, значит, то же самое. Эта сторона, она идентична той стороне. Размеры 1 метр. То есть получается 3,50-3,50-70, 11 метров вся ширина внутри. 11 метров. Сколько штук шифера на одной стороне? Считаем. Все рассчитано для оптимизации расходов. Угол наклона, количество шифера и нахлест, чтобы было оптимально. Немного и немало, чтобы было. То есть ширина. Я тут одну волну закрывал по шиферу-то, нет? Смотри. Одинчик, раз. Нет, я имею в виду нахлест. Нахлест. Нахлест, я имею в виду. Да. Чтобы не было перерасхода, чтобы было оптимально рассчитано. Да. Учитывая, что обычно лес длиной 6 метров, 6-6,20. Соответственно, длина вот этой стропы, стропили где-то 6 метров. 6,5-6,10. Соответственно, мы его не резали. И там, с той стороны, тоже 6 метров. То есть, высота, соответственно, учитывая, что есть угол, там не 11 метров, а там где-то уже 12-12,5 метров. За счет угол. Седает? Ну, понятно. Поэтому, количество шифер. Раз, два, три, четыре. И это заводской размер? Это заводской размер, да. Нет, шифер не резали? Нет, не резали. Мы так делаем, чтобы меньше было расходов и меньше труда было затрачивано. Поэтому, те, кто будут делать по нашему проекту, я бы попросил без импровизации. Делать точно так же. А вот эти трубы можно использовать, конечно, если есть длинные шпалы. Как были у тебя там. Как раньше у меня были, да. Но это буровые трубы, торстостенные. И очень крепкая, хорошая сталь, качественная. Будет стоять вечно, образно говоря. Ничего с ними не будет. Мы их бетонировали. Если, например, большую шпалу. Шпалы бывают четырехметровые, трехметровые бывают шпалы. Если, например, четырехметровый покупать, метр уйдет в глубину, высота будет три метра. Бывают такие шпалы четырехметровые. На разрезах они, когда демонтируются, можно их покупать. Или можно купить обычные столбы, обработать антисептиком. Они будут стоять очень долго. А шпалу-то на сколько? На метр заглубляли? На метр, да. Его можно, шпалу можно не бетонировать. Но трубу надо обязательно бетонировать. И чтобы сверху, сверху более плотно. Мы заказали, в Волгераде на заводе, заказали вот эти штучки, смотрите. Вот эти ванночки. Она насаживается сюда. Видите, вот эта ванночка? Ну да. И на ней идут стыки. А соединение, а соединение идет с помощью строительных скоб. Видите? Строительные скобы. А, строительные скобы соединяют бревна. Да. Именно так. Теперь. Важным моментом является электрификация. Потому что вы, во-первых, должны создать для своей работы удобство. То есть, и обеспечить необходимым как чабана, так и животных. И только после этого вы, как руководитель, можете потребовать с них выполнение всех ваших нареканий, всех ваших установок, всех ваших заданий. Только после этого. Логично. А если у тебя крыша протекает, все продувается, что ты можешь требовать, чабана? Скажи, пожалуйста. Поэтому, смотрите. Вот обратите внимание на электричество. На электричество. Обращаем внимание. Смотрите. У нас есть режим. Вот, видите, рабочий режим. Через дно. Да. А вот пошел рабочий режим. Можно выпить? А вот рабочий режим. Ну, понятно. То есть, на счет инвентаря. Рабочие, это все лампы горят. Насчет инвентаря, смотрите. И не так, в чем заключается? Все надо делать из обрезанных досок. Это не так дорого, зато технологично и функционально. Видите? Надо все делать стандартно. Все щиты одного размера, чтобы можно было их заменить быстро. Высота. Высота щита должна быть такой, чтобы удобно было работать. Но, чтобы она была не очень высокая. Но, чтобы овса не перепрыгивала. Соответственно, тут высота от ножки, от края, до сюда. Один метр. Один метр достаточно для этой породы. Для миноса, может, чуть ниже. Потому что эти выше овса. Вот. По поводу кормушки, смотрите. Кормушка бывает такого вида. Какого типа кормушка бывает? А бывают кормушки и такого вида. Накладывается сюда. А с этой стороны, смотрите, вот эта часть, вот эти доски мы набили, чтобы не вылезало. С той стороны, вот этих досок нету. Они едят вот. Понятно. Могут сверху, могут сбоку. Да, могут и сверху. Если крупный баран, он может сверху. А если ягнята, могут отсюда. Так, что это у нас за индивидуальные кормушки? Михаил Романович, это что такое у нас? Ну, это для зерна. Рассчитан для одной овцы. Индивидуально в клетку. Она во внутрь клетки ставится? Или как она отсюда? Здесь же голову-то она не высунет? Насыпается зерно, которое составлено, рацион составляется. Насыпается дозу, ставит сюда. Она ее скушала, чтобы не поранился ни гноб, ни овца. Она обратно выставляет сюда. Вот они. Как время кормления подойдет, чабан подходит, засыпает норму. Видимо, он сразу насыпает полностью все. А потом уже раз закладывает. Потом уже вставляет обратно в клетки. Как они покушали, они обратно выставляются наружу. Что же, грубо говоря, из говна и шпала? То есть, это мы передачи, которые безо всякого инструмента. Где-то что-то можешь делать? Просто молотком можно смотреть. Молотком, но не каждый это делает. Надо время, средства, деньги. Причем не нужна доска. Достаточно обрезка. Надо сказать, что без команды я один, соответственно, ничего не сделаю. Принцип какой? Каждый должен заниматься своими обязанностями. У каждого свои обязанности. Они четко регламентированы, каждый несет ответственность. Заместителем директора, то есть руководит детскохозяйством из меня, но исполняет наши приказы. Заместитель директора. Вот, Медая Моссар Рукманович. Образование у него агрономическое. Дипломированный агроном. Ну, он переквалифицировался. Животноводов. Животновода. Но все время теребит меня. Давай, говорит, мы гектаров тысячу посеем там, все равно его тянем к земле. Хотя, дело в том, что отец у него был чабанов, и всю жизнь они там... Отец у него чабанова, пока он учился, и фермер, он до сих пор фермер его отец. Одним был таким, он таким, один из лучших чабанов был еще в советское время. И как бы в генах все это передается. И вообще, кстати, кстати сказать, я пришел к тому, что не учеба главная, а то, что вес сидит в душе, то есть, или сказать, в генах, вот этот позыв такой внутренний, заниматься любимым делом. Конечно, тогда ты сам и самообразованием будешь заниматься. Единственным минусом тут является, что вот после того, как он пришел к там, к замдиректору, что я стал меньше приезжать сюда в хозяйство. Я разлился и добавил 10 килограммов веса. То есть, обратно пропорционная зависимость. Чем лучше он работает, тем позже я работаю. И меньше. За это надо ему выгодить. За то, что работает хорошо. Вот так вот. Еще поскоромчить все эти конструкции, как мои. Да, кстати. Эти кормушки снять надо. Да, кормушки. Конечно, за это мне не доплачивают, но факт, вот вся конструкция разработана, вот эти все. То есть, кормушками в огород вы друг другу, так нормально? Это производство. Без этого нельзя. А, кстати, он разработал. Нет, до того, когда еще мы его взяли сюда заместителем, он по строительству заведовал у нас. И плотником там разрабатывал различные конструкции. У нас есть такая конструкция по зерновой кормушке, которую у нас переняли сотни овсеводческих хозяйств. Мы его сейчас увидим. Кстати, у нас, по-моему, мы его даже в тех роликах показывали. Он ее разработал. Сидел всю ночь, там, чертил, там, снял, потом раз, зашел в склад у нас там зимой, сколотил одну, показывал, смотри, говорит, вот так вот как. Я попробовал. Мне кажется, она жидковатая. Нет, говорит, я отвечаю, говорит. И представляешь, за пять лет ни одна не сломалась. Хотя, казалось бы, там, с виду... Ну, то доска такая. А, ну, это вот, которая, как каркозную, да, сделана? Да, да, да. И факт, она не переворачивается. Не переворачивается. Потому что база хорошая у него, опорная база. Она от Ары забегает, обычно все кормушки не переворачиваются. Она снести не может ее, да? Ни в коем случае она стоит на месте, его не переворачивает. И факт, он скромничает, Сергей Александрович, у нас, говорю, материал только обрезной. Горбыль мы никогда не брали и не берем. Нам дороже, но любая доска, смотрите, у нас... Ну, итоги получаются лучше и дешевле. Выгоднее, выгоднее. Итоги получаются дешевле. Дешевле и красиво, и... Вот смотрите, например, видите, над плитой обрезная доска. Она притык друг к другу сделана. Правильно? Видите? А если была бы не обрезная, приходилось бы по щелям еще дополнительно накладывать. То есть двойной расход. Мы прекратили за обрезную 20% всего лишь, а обрезную пришлось бы в два раза больше потратить. Итоги и культурно, и дешевле. Можно заметить, что здесь, когда... Вот этот проект весь разработан мною. Ну, хочу похвалиться немного. Да, конечно. Хватит самоуничтожением заниматься. Проект, ширина, длина, высота и навес, в общем, ширина базы, это все разработан мною. Этот проект приняли у нас не менее 100 всего лишь хозяйств. Я так примерно предполагаю. Но заметьте, когда линии, когда линии ровные, геометрия хорошая, и работать, работать тоже технологически, я уже говорил. Например, мы делаем клетки. Вот, если расстояние между, например, этой трубой и вот той шпалой везде одинаково, ты делаешь щиты одинаково, и тебе легко их менять, если сломается. А если бы они были разные? Вы можете заметить, например, что линии в ряд, если вы станете за эту трубу, например, мы очень строго отслеживали это еще на этапе строительства, если вы станете за этой трубой, все остальные трубы вы не увидите. Потому что они настолько точно выверены, настолько точно выстроены в одну линию, что, и, соответственно, конструкция, она становится более надежной. Когда геометрия правильная, и конструкция надежная, и вплоть, когда вы идете уже дальше по технологии, вплоть до сколачивания щитов, у вас все идет самым оптимальным образом. И самым рациональным образом, я бы сказал. То есть одно тянет за собой другое. Но это опять же к вопросу о мелочах, которые очень важны.